Взрыв пакета и тетушки, нападение на полицию и журналистов. Накануне поздно вечером на столичных поздняках молодые люди в масках снесли забор строящейся экозаправки, разгромили технику, разбили все окна. Полиция оказалась полностью бессильна, причем не в первый раз. Погромы здесь тетушки устраивают регулярно, держат в страхе весь микрорайон и остаются абсолютно безнаказанными. Почему заправка стала предметом разборок и на кого надеяться местным жителям, выясняли наши корреспонденты. Как рассказывают местные жители, потасовки возле этой стройки обычное дело. Но то, что произошло накануне вечером, по-настоящему испугало людей. Милиции у них были всех закрыты, среди них было очень много подростков, годов лет 13-14 лет. Они собрались, массово принесли шины, шины летели в полицию. Были здесь фаеры, петарды, шум, гам, то есть сгорелая резина, дым, невозможно вообще было пройти. Они побили стекла, выламывали заборы, далее они начали выламывать технику, которая уже непосредственно была на территории заправки. Абсолютно проплаченная миссия, не знаю кем. Стычка с полицией накануне была довольно агрессивной. Вот на этих кадрах видно, как о голову полицейского, который пытался остановить тетушек, разбивают яйцо. Орудуют и тетушки, и депутаты настолько нагло, будто уверены, никого из них не накажут. Но свои действия планируют. Решили, к примеру, применить избитую тактику, выставить вперед женщин, как заслон от полиции. Один из тетушек, который вчера участвовал в разгроме заправки, признается, за вечер заработал немало. Правда, немного пострадал. Повредил руку, громили витрины, заправку, получил за это полторы тысячи гривен, обещали 50 долларов. Мы так потолкались, а не нас, мы их, то есть, ну, были и дубинки биты. Людей возмущают, что тетушки остаются безнаказанными и не боятся полиции. Ведь нападают на заправку, по словам местных жителей, не впервые, но пока никого даже не задержали. Нападение на заправку действительно не первое. Месяц назад группа людей на джипе пыталась штурмовать АЗС. Тогда пострадала полиция охраны. Местные жители просат киевские власти вмешаться в ситуацию и завершить строительство. Даже петицию зарегистрировали на сайте. Уверяют, что в их районе стало опасно жить. И надежды на защиту полиции нет никакой. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Винтер.